Здравствуйте! В эфире юбилейный выпуск нашей программы. Мы выходим уже целый год с прошлого ноября. Разумеется, по этому поводу в Москве состоялся разрешенный многотысячный митинг. Продолжают поступать, кстати, поздравительные письма и телеграммы. Ну, оно и понятно. Не просто прожить целый год в наше время столь бурных перемен. Ну, вспомним хотя бы, какие видеоновости расстраивали нас всего год назад. Видеомагнитофоны все дорожают и дорожают. Вот такие печальные видеоновости. Да, как все-таки далеко ушла вперед наша жизнь. Страшно вспомнить. Это старое помянет, сами понимаете. Ну, конечно. Ведь сейчас даже дети легко ведут счет на миллионы. У меня будет вот такой миллион. Я буду вот такой миллионершей. Потому что ты играешь в лото миллион? Нет, потому что мне недавно подарили вот такой один доллар. Ну что ж, вполне реально. Ведь доллар сегодня растет куда быстрее наших детей. Да и вообще этот год оказался удивительно урожайным на сенсации, до которых с той падки мы журналисты. Приватизация шагает по стране все шире и шире. Переходят в частные руки магазины, бани, таксопарки, золотые прииски. И вот нам, экскурсоводам из отдела саркофага, поделили хараона по частям, а при нынешних ценах. Ну что, вот как хочешь с этим, так и крутись. Скажите, пожалуйста, вы не суны? Да вы что? Какие не суны? Сегодня 20-е зарплата на предприятии. Денег нет наличными. Вот натуры выдали. Конечно, в своих экономических материалах мы не ограничивались простой констатацией фактов. Мы проводили опросы общественного мнения, приглашали независимых экспертов. Скажите, вас очень волнует цена того, за чем вы стоите? Да нет, даже не спрашивал. А почему? Стою себе и стою. Все равно, пока моя очередь подойдет, оно будет еще дороже. Ведь отчего у нас многие беды? Народу много, а бюджета мало. Вот я только что был в Бельгии, там все наоборот. Признаемся, в своих передачах не боялись мы и разоблачить кого-нибудь перед телекамерой. Какая у вас тут камера работает? Говори, гад, с кем ты готовил путь 19 августа? Моя ничего не готовила, но я ничего не знала. Ну и разумеется, отдавая дань злободневным событиям, мы старались не забывать о столь важной сегодня духовности. Освещается передача телевизионной, ведущей ее к Великой Владимире. Гораздо лучше стало, гораздо светлее. Спасибо. Весь актеры, операторы, режиссеры, администраторы. Побывали у нас в гостях и столь популярные нынче проповедники, люди, говорящие с людьми. И вот, моя приехала в вашу замечательную страну. Моя подумала, опять я тоже мог выродиться в этой замечательной стране. Но, слава Богу, не родилась. Что еще раз доказывает, Бога везде такие есть. Спасибо за внимание. Ну что ж, получив столь мощный духовный заряд, мы можем с чистой совестью продолжить нашу передачу. Всем, конечно, известна рубрика «Журналист меняет профессию». Ведь, чтобы сделать хороший материал, порой не лишним бывает оказаться и в шкуре подследственного, находящегося в подвалах СИЗО, и в белом халате врача, выполняющего ответственную операцию, от которой, быть может, зависеть жизнь человека. А ведь сегодня менять профессию приходится не только журналистам. Сегодня мы с вами в гостях у человека интересной, сложной, можно даже сказать, удивительной судьбы. Долгие годы ему пришлось жить и работать вне пределов нашей Родины. Жить не под своим именем, а работать по легенде. Ну и, конечно, чтобы легенда выглядела убедительно, ему пришлось освоить огромное количество всевозможных профессий. Именно об этих его профессиях мы и хотим поговорить сегодня. Скажите, пожалуйста, а это правда, что однажды вам пришлось участвовать в конкурсе вокалистов? Да, так сложились обстоятельства. Ну и как успешно вы выступили? Я выполнил поставленную задачу, дошел до третьего финального тура. Потрясающе. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы не профессиональный летчик, и тем не менее, однажды вам пришлось пилотировать настоящий боевой истребитель. Это тоже правда? Да, так сложились обстоятельства. Ну и теперь, когда вы в силу известных обстоятельств оказались на Родине, у вас, наверное, нет проблем с трудоустройством, ведь вы владеете столькими профессиями. Вы знаете, вы ошибаетесь. Дело в том, что здесь я оказался никому не нужен. Сейчас все мои навыки никому не нужны. Вот о чем мы с вами говорили, помимо этого, я профессионально владею толдомом. Я разбираюсь в компьютерах любого поколения, не говоря о механике. Я мог бы преподавать знания языков, но еще там дюжина профессий. И даже я могу продегустировать и распознать до 70 сортов сухих вин. Но все это оказалось никому не нужным, потому что ныне герои нашего времени. Это либо люди, сидящие в банке, либо торговцы в палатках. Так что... Вы безработный? Нет. Вот здесь мне крупно повезло. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Однажды вечером мне в дверь позвонила соседка, одинокая женщина. Едуардович, помоги, прорвало кран, там сломалось. Я пошел, помог и погрузился в удивительный, в уникальный мир, который просто полностью меня в себя впитал. Я не знаю, я счастливый человек. Помимо того, что я теперь имею любимое дело, я еще и просто финансово очень хорошо зарабатываю. Но дело даже не в этом. Не это главное. Главный процесс творчества. Вот, казалось бы, простая вещь, элементарная, кусок колена. Но у всех течет, прорывает, и никто не догадался. А я взял, вырезал из коврика своих Жигулей резиновую муфту, поставил, и с этих пор это на века. Потрясающе. Я извиняюсь. Едуардович, слушай, ты хотел Ракмана посмотреть. Да, действительно, извините, меня ждут люди, я им теперь нужен. Извините. Все понятно, все понятно. Извините, пожалуйста, а у вас есть мечта? Да, у меня есть мечта. Я очень хочу, чтобы на всей запорной арматуре, которую я делаю своими руками, стояло мое личное клеймо. Ну что ж, и хотя многочисленные таланты этого человека, его многочисленные профессии остались невостребованными, зато он, несмотря ни на что, нашел свое место в жизни. Конечно, людям старшего поколения врастать в рынок нелегко. Иное дело молодые. Вот как наш сегодняшний гость, наверное, самый юный предприниматель нашей страны. Скажи, пожалуйста, какими видами бизнеса ты больше всего любишь заниматься? Инвестиция, касание, маркетинг. Маркетинг? Да. А может быть, объяснишь нашим телезрителям, что это такое, они все же знают? Я в детском саду жвачку подаю. А, понятно. Ох, где пора? Ну беги, 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 беги. Ну что ж, на них одна и надежда на наших юных предпринимателей. Добрый путь. Ну, а в нашей программе встреча с нашим постоянным автором. Ну и, разумеется, в наш юбилей мы не могли не заглянуть к своим старым друзьям, главному редактору литературного агентства «Раритет» при литературной газете Владимиру Волину. Владимир Аверкович, что новенького? Мы действительно несколько устали от ужасов и решили издать книгу для семейного чтения. Просто книгу об простой жизни, простой нашей семьи. О том, как люди живут, растят детей, водят их в школу, ходят по магазинам, покупают продукты, промтовары, лечатся в больницах, ездят в транспорте, получают зарплату и так далее. И что же вы думаете? Когда эта книга случайно оказалась на Западе, попала в руки голливудским режиссерам, продюсерам, они пришли в такой восторг, что решили экранизировать эту книгу о нашей жизни как фильм ужасов. Этот фильм уже снимается под названием «Кошмары на Тверской стрит». И режиссер, который делает этот фильм, заявил журналистам, что такие ужасы не снились никаким Хичкоком. Ну а какие-нибудь практические советы? Да. Мы выпустили книгу под названием «Тысяча и один способ вложения ваучера». Дело в том, что многие люди до сих пор не поняли, что такое ваучер вообще, как и куда его надо вкладывать. Чем отличается ваучер от доллара, от железнодорожного билета, служебного пропуска, квитанции, справки и других бумажных изделий. Поэтому автор пишет о том, можно ли вкладывать ваучер в недвижимость, в свою жену, в тещу, в почтовый ящик и в другие места. Ведь бывают неприятные случаи. Например, приходит человек в Инкомбанк, спрашивает, можно ли вам вложить ваучер. А ему отвечают, вложите его себе, а он не знает, как и куда. Ну а мы со своей стороны тоже хотим дать вам совет, как повысить стоимость ваучера. Возьмите свой ваучер, приложите его точно к середине экрана, вот сюда. Теперь внимание. Раз, два, три. Ну вот, ваш ваучер теперь заряжен, и наверняка его стоимость существенно возросла. Ну а в нашей программе традиционный международный репортаж из одной европейской столицы. Я нахожусь на одной из центральных улиц города. Ярко светит солнце, но невесело лица прохожих. Да из чего им веселиться, ведь костлявая рука, безработица, коррупция, инфляция, роста цен хватает за горло трудящихся. А вот, кстати, один из них. В натуре, мужик, ну даешь. Простите, по ошибке в эфир попал прошлогодний репортаж из нашей столицы. Впрочем, может оно и к лучшему. Наша новость сегодня куда интереснее. Наконец-то наша пресса обрела подлинную свободу. Каждый может выбрать газету по своему вкусу. Добрый день, ну как, покупают газету? Покупают, хорошо. Сейчас же приватизация, все взяли участки. Замечательно берут, здорово. Уходят газеты. Спасибо. Ну а что же читать тем, у кого участки посолиднее? С этим вопросом мы отправились по некоторым торговым точкам Москвы. Только у нас. Покупайте газету 15 гектаров. Газета для богатых. Добрый день. Будьте добры, скажите, чем отличается эта газета от газеты 600? Ну, прежде всего, континентом покупателей. Ведь в нашей газете не сказано, как вырастить клубнику. В нашей газете дельные советы для более состоятельных людей. Как построить на своем приусаденном участке теннисный корт, бассейн, площадку для гольфа сейчас модно. Вот здесь, на кладбище, мы познакомились с представительницей еще одной группы населения, которую журналисты тоже не обошли своим вниманием. Хорошо, что у нас, пенсионеров, такая газета появилась два на полтора. Вот я прочла ее и сама решила тоже вложить деньги. Вот и участочек выкупила. Да, всю жизнь я промоталась по коммуналкам, а теперь у меня своя собственность есть. Ой, спасибо вам, журналистам, что вы так сделали. Теперь и помереть не страшно. Сегодня с нами в прямом эфире беседует ответственный секретарь киножурнала «Фитиль» Владимир Панков. И вы, если, конечно, дозвонитесь, можете задавать ему абсолютно любые вопросы. Володя, так как поживает «Фитиль»? Да, в общем, неплохо. Я прошу прощения. Алло, слушаем вас. Алло. К сожалению, не дозвонились, к нам очень трудно дозвониться. Так что, Фитиль? Так вот... Я прошу прощения. Алло, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос личный. Слушаю вас. Понимаете, я хочу поменять пол. Очень интересно. А у вас сейчас какой? Вообще-то паркет, но старый. В мастерской занято, а вот до вас дозвонился. И правильно. Мы очень рады любым вашим звонкам. Так что звоните нам как можно чаще. Мы всегда рады будем вам ответить. Так мы о чем? О Фитиле. А, так что Фитиль? Я прошу прощения. Алло. Зина. Алло, кого вам? Это Мару. Зина. Алло, кого вам? Алло. Алло, Зин, я тебя вижу. Да, мам, ну чего? Ты-то в чем? В Торновом? Да нет, мам, не в новом, в старом. Ну чего? Зин, я чего звоню-то? А, да. Ну так все-таки о Фитиле. О, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Ну, прямой эфир, так сказать. Но мы обязательно пригласим вас еще раз. И тогда, конечно, поговорим еще более содержательно. Спасибо вам. Спасибо вам. И вам большое спасибо. Ну, а теперь все-таки Фитиль. Фамилия? Шубиков. Так. Шесть тысяч пятьсот сорок восемь. Спартак чемпион! Мапа, мама, я спортивная семья. О, ха-ха-ха. А что, мальчик тоже побежит? Ну, а как же? Конечно. Что ж, он один останется. Ну, хорошо. Получайте три номера. Так, шесть тысяч пятьсот сорок девять, пожалуйста. Пятьдесят пятьдесят один. Ха-ха. Следующий. Товарищи. Товарищи, пропустите. Пропустите колонну Первомайского района. Что значит, что значит колонну пропустить? Это же не демонстрация, это пробег. Мы бежим всем районам. Товарищи, мы из Мариуполя. У нас весь город бежит. А мы из Пензы всей областью. Юрий Степанович, у нас же номеров не хватит. Конечно, не хватит. Это еще что такое? А мне тоже номер. Мари Степанович, а ты-то куда? Ой, елки-зрели, леса, что ты сбил? Куда-куда? Куда все? Летят береговые птицы, И в тепле леса леса, Летят они в старые славы, А я не хочу летать, Пока очередь на выезда ждешься, Поверять можно. Поехали. В последнее время стало модным говорить о кризисе театра, Об утрате зрительского интереса к сценическому искусству. Но так ли это на самом деле? С этим вопросом мы и приехали в один из московских театров. Владимир Владимирович, скажите, действительно ли зритель утратил интерес? Ну, в какой-то мере вы правы. Но мы стараемся соединить разные жанры, Так сказать, синтез искусства. Мы стараемся соединить оперу, балет, драматическое искусство. Вот сейчас мы выпускаем наш новый спектакль под названием «Пиковая драма». Я думаю, что этот спектакль будет интересен как любителям классики, Так и любителям современного искусства. Ну, можете поприсутствовать. Спасибо. Спасибо. Сцена первая. В калуарах съезда. Готовы, актеры? Да. Значит. Чем учился во сне с вчера? Конечно, разругались страшно, вот не везет. Вы до утра опять сидений? Да. Ушасно надоело, черт возьми. Хоть раз бы выспаться за две недели. Хорошо. Был там кельтин. Был. И как всегда красиво говорили. Выход, Борис Николаевича. Идем там. О, дайте, дайте мне свободу. Я собой народ сумею накорбить. Нет, 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 стоп, 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 стоп. Не верю. Не верю. Уже много лирики. Да ладно я. Народ не поверит. Давайте, что, говорю, у вас. Давайте конкретно. Вот так. Давайте, это, Борис Сергеевич. Ну, не путай. Я поменял. Видите, Ельцин? Да. Еще раз. Выхода. И пирамидка жестко в его манере. Вот дайте, дайте мне свободу. Что? Я свой народ сумею закормить. И по национальному вопросу. Я Русь от недруга спасу. Отлично. И переход царю Азуренского. Э, Гайдара. Что? Что, день предыдущий мне готов? Что готовит, а? На что у меня парламент? Оппозиция. Что? Что у меня? Руныши в отцвете. Возглавил я министра всех советов. Возглавил я министра туль, подставку поврежденный. Уйдет. Уйдет. Время. Пролетит. А нас не пролетит. Ищет власть. Уходим. 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 Мягче. Мягче. Уходим. Оскорбленные. Уходим. В даль, в туну. В никуда. Ну, как вы сами поняли, вы сейчас поприсутствовали, так сказать, в верхних эшелонах власти. Но нам бы хотелось бы принять все свои общества нашим произведениям. И, как говорится, утром в газете, вечером в балете. Танечка, приготовили. Извините. Да. Пятая картина. Гостиница «Националь». Прошу, Танюша. Красотки, красотки, красотки КГБ Вы созданы лишь для наблюдений. Прошу, Танюша. Прошу, Танюша. Прошу, Танюша. Прошу, Танюша. Прошу. Ну, вот, как видите, сцена и сегодня не потеряла актуальности. И я думаю, что настанет время, когда люди пойдут вечером в театр, вместо того, чтобы смотреть по телевизору программу новостей. Наша передача закончила. Всего вам доброго. До скорых встреч в эфире. Прошу, Танюша. Прошу, Танюша. И мы пронимем! Вот. Не будем вытянут! Если мы переедем! Не, 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 не! Ча-ча-ча-ча-ча! Ну, что ли? Продолжение следует...